Доброе утро! Зарождение поэтических дуэлей произошло задолго до времени, когда отпала надобность выяснять правоту физической силой. Как только человек научился составлять осмысленные предложения и оформлять их рифмами, возникла потребность в соревнованиях словом. И у нас в студии представители этого вида состязаний. Александра Беломожная участница дуэлей и победитель второго турнира Виктория Кремина. Александра, Виктория, доброе утро! Доброе утро! Расскажите нам, пожалуйста, поскольку это дуэль. Перед началом поединка вы бросаете в ноги белую перчатку друг к другу. Как вы выбираете соперника? Нет, у нас был красный шарик судьбы и надежды, счастья и слова, в котором было наше имя. И мы кидали его в некую емкость. И потом путем жеребьевки мы узнавали, с кем мы будем соревноваться. А вы между собой соревновались? Да. Почему-то интересно, когда эти футболы передают. Нет, вот как происходит? Каждый человек друг с другом соревнуется? Или все-таки выбирается пара, и она идет до конца? Нет. Получается, мы все бросаем свои имена. И вообще случайный, получается, зритель выходит, он выбирает два имени. А даже зритель, то есть это абсолютно спонтанно все происходит? Чужой человек. Все честно. Все по-настоящему достает два имени. Это первый этап. Два человека соревнуются, кто-то побеждает, и тот, кто проходит следующий этап, а его имя оставляется, ну скажем, в этой емкости, и выбирают следующего с ним соперника. Дальше так, следующая пара, следующая. И так пока не дойдет до победителя. Все решается здесь и сейчас. Судьба прям за нас все решает. Скажите, если говорить о требованиях и правилах, то есть как это все происходит вообще, процесс, чтобы мы понимали? То есть два человека, у вас там есть условно там минута на стих, или там две минуты на стих, или как? Ну вот как все это работает? Нам нужно было подготовить пять выученных стихотворений. Любых? Своих. Да, любых своих. А, своих? Пока без тематики. Конечно, это авторские стихотворения. А еще и свои. Да, тут все вообще, тут уникальный проект, потому что стихи наши, читаем мы их сами, презентуем мы их сами, да. И когда ты уже видишь своего соперника, если ты участвуешь не в первый раз, а дуэлей было уже две, поэтому ты можешь уже схитрить и под сильного соперника, если ты его знаешь, выбрать другое подходящее стихотворение. И да, и ты прямо здесь и сейчас, ну, примерно минуту-полторы минуты презентуешь его, и там уже зрители решают, кто как раз таки зрители определяют победителя. Нет. Ну там, с одной стороны, мы сами, да, которые, мы участники, мы голосуем за тех, которые участвуют. Наш голос, он более веский, чем голос зрителей, но тем не менее зрители могут именно ту вот эту последнюю лепту внести, повлиять. Это как битва экстрасенсов, а потом конверт, вот это вот все, да? Скажите, вы с каким произведением, со своим стихом выиграли турнир, да, прям, что получается, прям выиграли? Можете пару строчек или нельзя? Зачитать. Да, почему? Можно. Это стихотворение, оно очень грустное, на самом деле, это стихотворение про Коленьку. Его прям сколько прочитать? Отрывок? Ну, прям сколько сочтете нужным, потому что нам понимать, чем оно зацепило жюри. У Коли было 12, и Коля учился жить. У него был большущий рот и задорный смех. Коля верил в добро, поливал сорняки и сны, в общем, было не чудное, то есть не походил на всех. Все лицо у Коли веснушками поросло. Улыбается Коля, ведь солнышком он любил, любим. Так, ну, мне кажется, этого даже достаточно, чтобы понять, что она действительно трогативная. Мне просто интересно, почему Гнушная классно, Коля улыбается, у Коли веснушки, у Коли большой рот. Ну, Коля красивый, замечательный мальчик, который плавает лучше всех, но у него есть горб, и все над ним смеются, и у него кличка верблюд. Вот, все показаны ему пальцем, и он, чтобы не плакать, каждый день рисует себе на месте горба крылышки. Мама его тоже поддержит в этом, она ему говорит, Коленька, ангелок. И, в общем, в один прекрасный день так получилось, что Коля смог взлететь на самом деле. Но когда он летел, люди кричали вслед, что смотрите, летит урод. Летающий верблюд. То есть все закончилось не так хорошо, как мы надеялись. А веселые стихи можно было там читать? Да, любые, конечно. То есть не было ограничений, да, по жанру скажем так. Так, ну что ж, с Викторией мы уже попросили теперь очередь Александры. Ну, хочется что-нибудь добренькое, и вообще то, что я не читала. Позитивное, чтобы чуть-чуть зарядиться, да. Давайте. На утро ты навсегда останешься в чьем-то сердце. Искриться будешь лучами света. Ты навсегда останешься в чьем-то сердце. Солнцем, дождем или летящей кометой. Ты никогда не узнаешь, не сосчитаешь, сколько людей улыбались при встрече. Ты никогда не поймешь, не угадаешь эти мысли, упавшие в вечность. Ты как скала, ты как глыба, ты нерушимо точно решаешь в добре растворяться. Но только ты выбираешь свою вершину. Где и когда и кому улыбаться. Спасибо большое, это для меня стихотворение, мне очень понравилось. Очень здорово. Мне еще ни разу не посвящались с утра. Очень здорово. Скажите, дальше планируете еще участвовать, писать стихи и участвовать в дуэлях? Писать стихи однозначно. Наверное, без этого уже никак. А там если позовут, да? А там позовут, получится, если все сложится и все карты лягут. Я думаю, что мы с Никитой будем дожидаться ваших сборников стихотворений. И уже с презентациями. Кстати, мы уже после первых состоявшихся дуэлей отписали альбом в студии звукозаписи. Это будет альбом с нашими стихотворениями авторскими под живой аккомпанемент. Алексей Коржов будет играть. Знаем Алексея, конечно. И я думаю, что это получится нечто нежное, прекрасное и авторское. Вот с этим вы придете, расскажете, покажете, и мы послушаем. Спасибо огромное. Мы желаем вам творческих успехов, новых свершений и покорения новых эверестов, скажем так. Спасибо огромное. Хорошо, Оля. Друзья, с гостями прощаемся. Вам говорим, вернемся буквально через одну-две поэтические минутки. Спасибо. Спасибо.